Добрый день, уважаемые члены жюри, коллеги. Я Хакимова Аминат Хабибуллаевна, студентка 3-го курса 2-й группы медико-профилактического факультета. Предоставляю вашему вниманию научно-исследовательскую работу на тему оценка содержания некоторых санитарно-показательных микроорганизмов в пищевых продуктах. Научный руководитель, кандидат медицинских наук, доцент Шиповал Ольга Георгиевна. Цель исследования. Оценка содержания санитарно-показательных микроорганизмов, а именно плесневых и дрожжевых грибов, бактерий группы кишечной палочки и статолокока в различных пищевых продуктах. Материалы и методы. Материалом для исследования послужили различные пищевые продукты заводского производства, выборочно приобретенные в продуктовых магазинах. В ходе исследования были использованы следующие продукты, а именно пастеризованное молоко, творожный сырок, сливочное масло, творог, квашеная капуста и сыр в нарезке. Методы моего исследования. Отбор навесок продуктов, измельчение и гомогенизацию твердых продуктов в ступках проводили с соблюдением условий стерильности. На основе навесок продуктов готовили последовательные десятикратные разведения в стерильном физиологическом растворе хлорида натрия с последующим мерным высевом на питательные среды и подсчетом количества выросших колоний. Для оценки содержания бактерий группы кишечной палочки использовали среду эндо, дрожжевый грибов, среду сабуро, стафилококков, мясо пептонный агар. А из выросших колоний готовили мазки и окрашивали их по методу грамма. Результаты исследования. Установлено, что пастеризованным молоком оказалось кондоминировано грамм положительными спорообразующими палочками и грамм отрицательными беспорядочно расположенными средних размеров палочками закругленными концами. Творог грамм положительными спорообразующими палочками. Сыр с порообразующими грамм положительными палочками, образовавшими газон на поверхности сред. А из сырка выделены единичные колонии грамм положительных спорообразующих бактерий. Из рассола квашеной капусты роста микроорганизмов не было выявлено. На предоставленных вам фотографиях вы можете проследовать весь ход моего исследования. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что основными контаминантами исследованных продуктов являются бациллы, которые широко распространены в окружающей среде и выживают в неблагоприятных условиях за счет образования спор. Благодарю всех за внимание.